Ира, красивая женщина, спасибо. Розный, личный костюм, огонь, да, очень классный. Какой дел с ним до чужих пор? Да у меня сейчас губа еле шевелится, реально она грубая. До сих пор отек такой сильный. Я сама мне, я говорю, она мне мешает, что она еле шевелится. Но он пройдет пару дней, и все будет хорошо. Распродажу пора? Да, кстати, давайте правда распродажу. Девчонки, как вы настроены? У меня просто сейчас столько вещей, которые мне большие. И вот все шкафы забиты. Давайте, может быть, это, поможете мне. Губы испортили. Да ничего не испортили, вы еще не знаете, какие они будут. Это пока отек, что говорите. Что за реклама, то все расскажу, в сторис прикреплю. Как про похудение спрашивают, так пиздит все. Так, пока. Идиотизм какой-то. Степан, F3. Пошел нахрен. Вы молодец, всех деток обеспечили квартирами машинами. Это неправда. Все детки... Машины, да, я им покупала. Каждому из них. Сейчас все машины, которые у них, они купили себе сами. Пока они были не замужем, я покупала. Олег сейчас не женат, я им купила машину. Вот, а потом дальше сам. Все квартиры, все дома, они все покупают себе сами. Поэтому... Это неправда. Нет. Накачали обе, а отекла больше всех нижняя. Такая реакция. Не знаю, почему. Голосы шикарные, дочек тоже. Спасибо. К Марготе не скоро поеду. Я только вернулась оттуда. И за последние полгода я уже два раз там была. Поэтому не скоро. Бортит вас борода, что с ней. А так вот все хорошо. Борода. Реально, вы сейчас пишите борода у меня. Вы вообще точно уверены, что вы мне это написали? Жесть просто. Вот еще одно слово просто. Вот такое вот слово про бороду, про губы. Буду просто удалять из эфира. Реально просто достали. Вы можете, сука, общаться. Просто общаться на темы. Не разглядывать меня по клеточкам. Не смотреть, какие у меня губы. А разговаривать с человеком, блин. Вы что там? Общаетесь с голливудскими звездами все. Или вы сами голливудские звезды. Вы что, охренели что ли? Вы почему не можете нормально общаться с человеком, чтобы не написать ему, что у тебя то нос, блин, не такой, то губы, то борода, блин. Еще про бороду придумали. Вы что, что ли? Идиотки вообще. Тут 300 тысяч раз мне напишут. А про похудение молчите. А там-то секретик. Да нет никакого секретика, блин. Сколько можно? Уже столько всего понапридумывали. Пан этот Ковалевский, черт бы его побрал. Сидит там. У нее была операция по резекции. Это мое мнение как врача. Я, конечно, не утверждаю, но я так думаю. Ты кто такой, чтобы вообще рассуждать? Мужик сидит, блин. Обложился эфирами прямыми. Бабы там ему поклоны бьют. Он рассуждает худая или толстая. Тебе какая разница какая? Я вообще не твоя. У меня муж есть. Ему все нравится. Я тебе не должна нравиться. Не обращайте внимательно, дебил. Просто игнор. Я знаю секрет. Нахрен. Как-то страшно. Что-то дебил вокруг нас. Привет, Сумахачкалы. Привет. Давайте приготовим форшмак. Я даже не знаю, что это такое. Представляете? Только зашла и такие эмоции. Да. Но зато все говорят, что я не эмоциональна. Вот. Получите, распишитесь. У меня эмоции есть. Ржу не могу. Вы супер. Ирина, не обращайте внимания на дебилов. Вы хороша. Спасибо. У каждого свой хвостик. Да. Правильно. Барнаул, привет. Домодедова, привет. Вы красавицы. Они дебилы. Привет. Фу. Что фу? Что фу? Снежа, блин. Что фу? Продолжение следует. Вот так и хрена. Вот-вот. Привет скорее. Привет. Привет. Правда, что вы ездили к бабе Нине гадалки? Нет, это реклама была. Реально, я уже всем написала. Это была реклама. Не ведитесь. Никакая гадалка вам не поможет. Помогите себе сами. Нельзя, нельзя верить гадалкам. Я даже если, знаете, вот мне знакомая, астролог. И она периодически карта Тара раскладывает. Ну реально это любопытно. Мы же все девочки. Я такая же. Мне нравится иногда. А погадай мне. А посмотри что. Ну вот интересно. Но вы понимаете, что вот в чем моя особенность? Я не принимаю это как руководство к действиям. Я не обращаю внимания на то, что она мне сказала. То есть она мне может сказать, что завтра там что-то случится хорошее. Или еще что-то. Или плохое. Я не обращаю на это внимания. Правда. То есть погадали, развлеклись и пока. Все. Ну вот в качестве игры. Вот такой. Ну вот просто девичьи посиделки. Все. Но некоторые же, понимаете, вот я обращаю внимание, что некоторые люди, особенно женщины, падки на то, чтобы попасть в зависимость к этим гадалкам. Они этим пользуются. Понимаете? Пользуются. Деньги с вас выбивают. Не делайте этого. Кроме вас самих никто вам не поможет. Правда вам говорю. Лучше приходите в эфир и спросите здесь. Я вам все расскажу. В астрологию. В астрологию, вы знаете, интересно тоже. Не могу утверждать, что прям все четко. Но интересно. Вот нумерология меня потрясла в последний раз. В нумерологии прям вот очень было. Прям попадание было вот везде. Поэтому пока что нумерология на первом месте у меня. Пока. Очень позитивная семья Карагорск. Привет. Тула, привет. Тула, кстати, родина моего мужа. Будьте выше. Просто удаляется с улыбкой. Есть подсознание. Не стоит гадать. Кроме того, это грех. Ну, слушайте, мы все грешим. И это факт. Поэтому и гадают тоже все. Испокойно веков на Руси гадали. Всегда. Святочные гадания и так далее. Святочные. Святки. И гадали. Ну, сами подумайте. Привет. Привет из Алматы. Да, у меня подруга такая есть бегает по гадалкам. Да, и у меня есть такая знакомая, которая ни одно решение в жизни не принимает, чтобы не сходить к гадалке. Неправильно. Губы, борода, офигевая. Дети, Льеза, Мерсан, не нервничать. До Оли, ну, почти то ли 40, то ли сколько-то километров, то ли 60. Ну, просто пробки с утра. Мне бы сейчас вот до заправки добраться. Пожалуйста, за губами решите красоту. Я сказала Фаина, что я удаляю сразу, как только про губы говорят. Вы, правда, съездили к бабе Нине? Вчера наткнулась на видео. Слушайте, когда она слепой-то стала? Когда я была у нее, она не слепая была. Что случилось-то с ней? Не знаю. Я вам сказала, ради бреда просто. Вот просто интересно. Была, да, я у нее. Не попала она. Не было там такого совпадения ни в чем. Она меня напугала, сказала, что я как раз в санаторий в Иваново ехала. Два года назад была. И она сказала, что лучше мне отложить дорогу, лучше мне никуда не ехать. Вот. Что нужно приехать к ней, привезти какую-то там, не знаю, вещь там. Я не помню. Короче, вот эта вот херня, психологическая обработка, когда ты должен попасть в зависимость от человека, да, это не про меня. Со мной это не срабатывает. Мне тут недавно, год назад, по-моему, знакомая тоже одна, говорит, у нас в Ногинске есть гадалка. Она все делает так просто. Вот мужик не мог продать газель. Он приехал к ней, что-то там заплатил, погадал, копейки берет, копейки вообще, две тысячи что ли, или три, не помню. Но гадает вот прям вот все четко. И она что-то сделала, и у него на другой день прям купили эту газель. Я такая серьезно. И ты веришь? Да, я сама хожу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мое дело предупредить. Здравствуйте. Никогда вы не поехали Не, я иногда из любопытства Такие вещи могу делать, правда могу сказать Мне вот прям интересно посмотреть На этих вот Людей, которые рассказывают о том, что Они могут в своей жизни что-то изменить Ой, слушайте, зачем вам знать Сколько берет денег баба Нина Зачем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, заправили. Ну что, мы заправились с вами. Такая красотка супер. Спасибо, так приятно. Вы очень красивая. Вот видите, есть люди, которые делают комплименты, а есть люди, которые срут тебе в душу и рассказывают о тем, что губы у тебя не такие, то у тебя борода выросла, то еще какая-нибудь хрень. А потом говорят, что ты такая агрессивная? Что ты такая агрессивная? Я же только сказала про бороду. Я говорю, у тебя борода плохая, губы не такие, а ты такая агрессивная. Иди-приди домой и расскажи кому-нибудь, что у тебя что-то не так. Получишь по лицу, в худшем случае. А в лучшем просто в ответ получишь такое, что мало не покажется. Поверните мне. Всегда такая разная. Ты всегда прекрасна. Да, я правда разная. Мне муж говорит, с тобой не соскучишься, Ириночка. Я тебя за это и люблю, что ты всегда разная и от тебя не знаешь, что ждать. Вот. Он меня очень любит и боготворит просто за это. Представляете? Постоянно женщина, как непрочитанная книга. Чего от нее ждать? Цвет волос огонь, да. К маме Кадони нет, не ходила. Я ее даже не знаю. Лично, по крайней мере. Битва экстрасенсов, это шоу, да. Вот у них зрение, не слушайте их. Какая марка машин? Спасибо. Спасибо. Привет, Олечка, передавайте. Привет. Привет. Вы классная. Я обалдею. Спасибо. Мне идет ругаться, вы же другая. Я другая с теми, кто этого заслуживает. Теми, кто не заслуживает, я резко. Верните налево. Что готовить будете, Олечки? Пока не знаю, сейчас приеду, спрошу. Мне очень нравится, как вы делитесь своими умениями. Честно, я вас обожаю. Верните налево. Я вас тоже обожаю. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ну, я вижу, вроде все хорошо меня видят Сердечки идут Мигрея никому, детей не придалась Мне кажется, Оле придалась Отношения с Бузовой прекрасные Очень даже Как можно говорить о внешности? Ведь кажется, человек индивидуально согласен Вы просто нереально люблю вас Головные боли? Ну, часто достаточно Господи, как заколебали люди выглядят так, как хотят выглядеть Вам, если не нравится, то не значит, что должно вам всем нравиться Вы, Ирина, выглядите хорошо Спасибо Сами не готовлю пиццу Я готовила как-то, знаете, из слоеного теста такая быстро пицца Кстати, неплохо получалось А вот такую нет Оля хорошо готовит С Бородиной тоже хорошо общаюсь Я уже борщ сварила Тут еще эфир Так это второй эфир уже Губы можно еще верхнюю увеличить? Нет, нет, сейчас у меня отек нижний спадет И не надо ничего увеличить Я не за это, не за пельмени, нет Какая фирма в вашей парке? Майкл Корс Розы на зиму не укрываю вообще И знаете, я сейчас выезжал, когда из гаража Я смотрю, у меня столько роз цветет Прям вообще классные, красивые такие Если хотите, потом вам поснимаю сториз Олег на учебу едет, да, тоже Вы супер, никого не слушайте Просто люди завистливые, злые Розы не закрываю на зиму У меня розы такие, которые не надо укрывать На Кипр не скоро Нам дали свидетельство Кстати, надо спросить Я вот заеду в нашу церковь Понравилась вам наша церковь? Скажите, красивая, да? Священник очень классный Вы такая милая Я так рада за вас, что у вас такая большая семья Спасибо Шабарины собрались уходить с проекта Как вы к этому относитесь? Хорошо отношусь, правильно делают? Абсолютно Я не избавилась от головных болей Это сто процентов Они еще существуют в моей жизни пока И я, честно говоря, отчаялась в принципе бороться Мне столько раз эти чудо-лекари И остеопаты обещали избавить мне от головной боли Что они мне свернули шейные позвонки Которые теперь хрустят постоянно Ну их нахрен всех Не хочу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ohлеву Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...